всем привет дорогие друзья своя мастерская мастерок сегодня такое внеплановое видео я даже не думал его записывать но так получилось что как бы и накипела одновременно за сегодня уже последняя и как бы в общем я думаю тема будет достаточно интересная для вас всех для меня бы она была интересная эта тема клиенты с какими клиентами лучше работать с какими не работать есть золотое правило мне его еще бабушка с дедушкой говорили с детства лучше с умным потерять чем с другом найти вот сегодня я расскажу вам свои истории клиентов тем более вы меня просили как-то на стримах тай плюс еще послужило толчком был стрим у писи эксперта недавно и там зашла речь за запись телефонных разговоров с клиентом что она дает какие преимущества за против и я тоже с писи экспертом связался мы с ним пообщались на эту тему я ему рассказал что несколько случаев были достаточно жестких у меня с клиентами и что если бы не было записи телефонных разговоров то скорее всего на меня обзавели дело то что клиентка попалась вообще без башки без балды которая врала непонятно чего и хорошо что я сразу следователю все наши телефонные разговоры то есть ну вот человек в глаза смотрит и вот просто врет ты говоришь зачем же вы врете было не так она говорит а как и дальше короче поехала ну и в общем спасло меня это все дело и много было таких случаев когда допустим обращается жена а потом передает мужу совсем другое потом муж начинает что-то наезжать а были еще случаи реально вымогательства когда жены там допустим говорили я мужу скажу что вы до меня домогались или типа делайте бесплатно типа теперь уже скидка не проканает или вообще типа вам потом голову отобьют действительно были такие случаи были такие отбитые тёлки которые там говорили мужьям мужья подъезжали ну естественно я тоже бы подъехал и потом запись телефонных разговоров вот это вот все все решало и еще при мне как-то один раз мужик бабу ляпнул и говорит что ж ты говорит сука делаешь хочешь чтобы нормальные мужики дрались за тебя кобылы типа приедешь домой заберешь шмотки было такой один раз действительно супер мне это понравилось это было действительно хорошее наказание для суки действительно потому что по-другому таких баб просто назвать нельзя но вот собственно ссылочки на программки я оставлю в описании которые на android две штуки которые мне больше всего нравятся вы их там установите настроить и они уже про версии клякнутые но справляются со своими обязанностями очень хорошо еще один случай произошел буквально сегодня когда мне утром позвонил человек в принципе вот запись телефонного разговора добрый добрый а я на этом вот на сайте у вас нашел телефончик также по youtube там смотрел покрытие пожалуйста имеется винт сидеть 3 терабайта перестал нормально видеться что сначала подключилась система после чего ты подключил винтаж эти я очень плохо на слух это все воспринимаю мне проще если вы напишите на почту или в группе вконтакте я посмотрю потом когда будет время и вам отвечу а вайбер есть мы на вайбер на этот планах лучше в группу или на почту хорошо хорошо спасибо тогда всего доброго да спасибо ну и собственно опять таки вы по разговору видите что здравый человек на просьбу напишите туда-то и туда-то не будет говорить а давайте я вам в другое место напишу все равно ну и вот собственно вот результат этот же человек мне пишет в лс то есть как вы видите с такими людьми я бы категорически вам не рекомендовал иметь никаких дел потому что потом окажется после ремонта техники что вы опять с ним ни о чем не договаривались или он вас не так понял включит дурачка и это уже проверено опытом есть еще одно золотое правило у техника если вам сразу кажется что клиент идиот или дурак или что с ним не стоит иметь дел лучше с ним не имейте дел сколько бы денег он вам не предлагал то что потом вам так аукнется что мама не горюй было много таких случаев уже у меня по жизни что так вот вот такие вот начала разговоров у меня было очень много и в конечном итоге 90 процентов из них ничем хорошим не закончилась потом в конечном итоге я уже просто перестал с такими людьми иметь всякие дела сами понимаете если человека уже сразу изначально просишь о чем-то а человек все равно делает по-своему то человек уже изначально вас не уважает он не уважает себя в первую очередь вас не уважает и это все не совсем хорошо то есть вы опять таки смотрите мои рекомендации по работе с клиентами такие клиент должен в первую очередь уважать себя если вам клиент скидывает так сказать бомжа чтобы вы ему перезвонили то естественно каких деньгах на ремонт особенно дорогой будет идти речь конечно же нет в конечном итоге даже если вы отремонтируете если человек скажет что все заплатите на финальном этапе начнет клянчить или скидку или отказываться от ремонта чтобы вы ему предложили скидку и тому подобное избегайте таких людей также ребят не рекомендовал бы вам с неопрятными людьми работать с грязной техникой был один случай у меня недавно одна мамина знакомая попросила отремонтировать мультиварку и что вы думаете принесла грязную в борще засохшем мультиварку в ужаснейшем состоянии и такая смотрит на меня улыбается говорит я еще думала помыть а потом думаю принесу вам вы же мастер вам виднее никогда ребят не берите грязную технику на ремонт и за ее чистку вам скорее всего не заплатят потому что вот такой человек грязнуля который ничуть не педантичен он скорее всего не располагает большими мозгами чтобы сообразить то что техника это это отзеркаливание него самого и то есть если он вам приносит бук в задроченном состоянии таком вот как вот вот у меня тут на видео то скорее всего он сам себя не уважает и вас он уважать тоже не будет ни в коем случае не рекомендовал бы вам тоже внешний вид опять таки спорный обычно как говорят миллионеры одеваются скромно но если уже человек одет не просто скромно но весь в дырках там с носками с дыркой на пальце засаленными волосами там ну не знаю с каким-то жутким столетним перегаром то я бы тоже не рекомендовал вам работать с этими людьми в принципе ребят есть замечательная программа ремонт онлайн в которой можно забить людей допустим таких вот несознательных клиентов сделать пометочку и допустим сделать рассылку другим мастерам в другие мастерские о том что вот есть такой вот неадекваша клиент который не хочет платить или выбивает скидки или отказывается от ремонтов и это все можно сделать благодаря ремонт онлайн также туда можно вбить нерадивых не только клиентов но еще и поставщиков то что вот тоже были поставщики у это инфо в его видео что не совсем приятный был случай с перемаркированными чипами то же самое знаю писи эксперта были подобной ситуации на нам каждого из ремонтников были подобной ситуации а благодаря этому сервису можно будет еще и делиться с другими мастерскими данными о недобросовестных поставщиках клиентах поэтому рекомендую ссылочка будет в описании также не рекомендую вам работ также не рекомендую вам работать с непонятливыми клиентами то есть вот у вас есть сайт да в сайте допустим возьмем по примеру моего вот сайте кто же ссылочка на в описании под каждым видео есть и вот на сайте у меня там список услуг моих перечислен с ценами и люди упорно звонят или звонят и говорят прийти починить телевизор акустику автомобильную акустику или магнитолу газовые горелки даже но выш мастер что вам это стоит бойлер и тому подобное принципе я вам хочу сказать вы у меня на канале тоже видели видео по ремонту и бойлеров и микроволновки это все дело делаю но очень близким друзьям знакомым или себе же самому в принципе вся электроника она строится работа электроники по одним и тем же принципам везде и те же одни законы физики но все равно ребят одно дело делать для себя там заказывать какие-то детали или для близких знакомых ждать эти детали с алиэкспресса клиенты ждать не будут абсолютно клиенты будут ждать только в том случае если они уже обошли 20-30 мастерских им одно и то же в каждой мастерской сказали что детали редкая деталь нужно ждать долго и они еще раз обошли эти 20-30 мастерских узнать где дешевле на рубль они уже на маршрутку потратили в 50 раз больше но все равно ищут цену где подешевле на на рубль полтора и в таком случае тоже смысл ребят работать с этими клиентами если в конечной в конечном итоге что-то пойдет не так то они удавятся они удавятся и вам придется докладывать свои бабки или же они потом скажут опять-таки могут воспринять опять-таки не воспринять прикинуться дурачком так сказать искать ой а мы думали что эта сумма будет всей работы а ты говоришь но это сумма детали не ну 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 мы же за деталь уже денежку заплатили что вам еще надо ты говоришь ну как а за работу смысле за работу вы то вытянули это поставили за что вам платить деньги скажите или такой думаешь еб твою мать а что ж ты сам не заказал и сам не поставил вопрос один но короче ребят берегите себя свои нервы не работайте с плохими жадными клиентами желаю всем мастерам хороших таких жирных хороших клиентов плане финансов чтоб у вас не болела от них голова а всем остальным ребят кто меня смотрит кто выступает как раз таки в роли клиентов ребят берегите мастеров хороших мастеров очень мало и вот расшатайте вы нервы и не будет на одного хорошего мастера стоит меньше не будет мастера или хотя бы он в отпуск уйдет на всех вас разозлиться и все и перестанет ремонтировать поэтому дорогие друзья любите цените и уважайте себя и ближнего своего в особенности мастеров а мастерам всем пока